Сейчас к этому сластюне нельзя подходить близко. Даже опытный сотрудник питомника с опаской дает ему вафли. Но огромная любовь к лакомствам и помогла поймать медведя. В течение нескольких часов он бродил по окраине Братска в поисках еды. И как в сказке набрел на пасеку. Там маленького сладкоежку и выманили на сгущенку. Сделали приманку мясом, с душком. Это медведи очень любят. Отъехали на расстояние, тепловизором наблюдали за этой ловушкой. То есть он два раза заходил, но к мясу интерес не проявлял. Затем мы поняли, что если он залез на пасеку и любит мед, то мы нашли банку сгущенки. И на сгущенку он пошел. Спецоперация по поимке медведя затянулась почти на двое суток. Смогли поймать мишку только на второй день. Разрешение на отлов от Министерства лесного комплекса получили уже на месте. Сейчас решили, в питомнике он будет проходить лечение и привыкать к людям. Дикому зверю пока некомфортно в тесной клетке, но на воле он не выживет. Без передней лапы, поясняют специалисты, не сможет даже вырыть себе берлогу или отвоевать территорию. Предположительно, полуторагодовалый медвежонок потерял ногу, когда попал в капкан. Медведь потерял лапу по вине человека и больше в дикой природе он жить не сможет. Но, как ни странно, только человек и в силах ему помочь. Совсем скоро К-9 объявит сбор для того, чтобы выстроить животному новую большую клетку. Также питомник ищет организацию, которая сможет взять шефство над медведем. К зиме Мишка должен набрать вес на хорошем питании и позже сотрудники питомника соорудят ему берлогу. А после того, как появится возможность животное смотреть и понять пол, то новому постояльцу К-9 подберут кличку. Екатерина Сыроватская, Артур Рощупкин, АС-ТВ